Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу Кфасмилеру, это отличная группа с недорогой прокачкой. Также группа заботится о ваших аккаунтах и насчёт бана переживать не стоит. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролёт безвылазно фармить. Прокачка доступна как и для пользователей ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка есть в описании. Здарова, вы находитесь на канале Антромера, меня зовут Игорь. И я по-прежнему болею, но не суть. Уже, наверное, ни для кого не секрет, что совсем недавно в GTA Online было массовое обнуление аккаунтов за глич с недвижимостью. Вкратце объясню, что это был за глич. Буквально за пару действий и пару минут вы получали 2 миллиона долларов игровой валюты буквально из воздуха. Так вот, за этот глич не то, чтобы списывали накрученные деньги, Rockstar пошли немного по-другому. Они начали полностью обнулять и сводить весь прогресс персонажей к нулю. Вот представьте себе ситуацию. Играете вы в GTA Online на протяжении 7 лет, и тут решили заработать себе немного денег. А фармить ящики уже как-то мэээ. И тут вы находите этот глич и начинаете его делать, почему бы и нет. И через пару дней все ваши потраченные усилия за 7 лет просто обнуляют. И игроков с такой ситуацией в игре очень много. И эти игроки взяли и просто ушли из игры. Это можно заметить по количеству онлайна в игре. И вот в сегодняшнем ролике я вам покажу, как вернуть хотя бы часть, а то и полное состояние, которое вы потеряли. Лайк, подписка, колокольчик, все полезные ссылки есть в описании. Ну а я начинаю. Ну и для начала я вам советую прийти в казино. Нет, не для того, чтобы играть. А именно, нам нужна вот эта шайтан-машина Якубовича. Ведь с помощью колеса фортуны вы сможете сделать себе хоть какой-то стартовый капитал, а также немного поднять уровень. Ну а чтобы это все было куда прибыльнее, я вам советую использовать глищ с бесконечной прокруткой данного колеса. Нет, не бойтесь, за него вас не забанят, уж точно не обнулят. Как бесконечно крутить колесо фортуны вы можете посмотреть на ютубе, либо же по подсказке справа. Как я говорил ранее, данное колесо нам поможет со стартом. Далее у нас идет не самый лучший метод, но затрат он вообще не требует. А именно, это АФК-карты. Построены они таким образом, что они будут сами себя проходить, и при этом вы вообще ничего не будете делать. Вам достаточно лишь просто АФК-шить, исходя из названия. А по прибыли вы получаете буквально за 15 минут от 40 до 100 тысяч долларов игровой валюты. Такие АФК-карты легко найти в том же сошелоклабе, либо же на ютубе. Ну а мы идем дальше. Ну а дальше я вам советую пойти в летную школу. Если вы полностью пройдете все миссии летной школы на золотую медаль, то на выходе вы получите 200 тысяч долларов игровой валюты. И еще где-то сверху 50 тысяч. Задания тут не такие сложные, точно не такие же, как в GTA San Andreas, господи помилуй. Летная школа в GTA Online проходится где-то за полчаса. Все зависит от того, как правильно вы будете проходить. Задания тут не сложные, проходятся довольно-таки легко. И как я говорил ранее, надо просто все делать, как говорит нам игра. Ну а далее я вам советую идти проходить еженедельные испытания. Такие испытания отображаются на карте фиолетовым значком. А суть таких испытаний заключается в том, чтобы проехать трассу по чекпоинтам за определенное время. Существует два вида таких испытаний на RC-бандита и просто на обычном транспорте. И эти испытания не такие сложные, как кажутся на первый взгляд. Самое главное это просто прокатать пару раз трассу и срезать некоторые чекпоинты. И на выходе за прохождение одного такого испытания мы получим 102 тысячи долларов игровой валюты и несколько тысяч рпи. Что довольно-таки очень хорошо для дальнейшего развития вашего персонажа. Ну а мы идем дальше. Ну а следующий метод по возвращению вашего прогресса состоит в том, чтобы искать сокровища в GTA Online. Это всякие предметы наподобие револьверов и топора из Red Dead Redemption 2. Суть таких заданий заключается в том, что вам пишет какой-то оффлайн персонаж, а после чего вы ищите определенные предметы по всей карте. И далее после нахождения всех предметов вы находите основное сокровище, а именно два револьвера, либо же топор. И далее вам нужно выполнить испытания на этих оружиях, которые вам даст игра. И как раз таки за прохождение данных испытаний вам дадут несколько сотен тысяч долларов игровой валюты. И в общей сумме на выходе за все эти сокровища мы получаем около 700 тысяч долларов игровой валюты. Что довольно-таки очень хорошо для развития вашего персонажа в будущем. Ну а мы переходим далее. После того, как мы заработали весь капитал предыдущими способами, мы переходим на сайт с недвижимостью и покупаем самую дешевую базу. Без всяких наворотов это нам вообще не понадобится. А база нам нужна, собственно, как многие уже догадались, для операции Богдан. И далее нам просто остается богданить. Кто не знает, что это такое, я вам объясняю. Это глич, с помощью которого вы получаете полтора миллиона долларов буквально за 15 минут. Из-за него вас точно не забанят, потому что этот глич делается с отключением интернета. Грубо говоря, игра думает, что вас просто крашнуло. И отследить, делали ли вы глич, или вас просто отключило от сети, невозможно. И таким образом вы можете проходить операцию Богдан повторно, без подготовительных заданий. И с помощью этого глича вы сможете вернуть себе часть, а то и весь потерянный прогресс. Ну а более подробно об этом гличе я рассказывал в ролике по подсказке справа. Ну и на этом всё, огромное тебе спасибо за просмотр. Но если я тебе хоть как-то помог, то поставь лайк и подпишись на канал. Также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать подобные ролики. Все полезные ссылки есть в описании. Ну а с вами был Антромер, всем удачи и всем пока-пока.